Добрый день, коллеги! Меня зовут Ольга Юрьевна Светлышева. Я член Национального союза кадровиков России и преподаю на курсах по кадровому направлению в учебном центре специалист ПримГТУ именно Баума. Сегодня я хотела бы рассказать вам о правилах заполнения первого листа личной карточки Т2 и рассмотреть возможные нарушения, которые допускаются кадровиками при заполнении этой карточки. Более подробно эту тему вы сможете разобрать на курсах кадровой работы в современной организации уровень 1, 2, 3. Схема прохождения курсов по кадровому менеджменту, которая представлена сейчас на слайде, есть на нашем сайте специалист.ру. Вот так выглядит незаполненный бланк личной карточки работника Т2. Это только первая страница из четырех. Эта форма, унифицированная форма Т2, утверждена по становлению Госкомстата Российской Федерации от 5 января 2004 года номер 1. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты. Личная карточка Т2, первый лист заполняется следующим образом. Сверху пишется наименование организации «Полные», а при ее наличии «Сокращенные». Указывается форма по ОКУД, Общероссийскому классификатору управленческой документации. Как правило, она уже указана в этой унифицированной форме. И форма по ОКПО, Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. Каждое предприятие и организации имеет свой уникальный номер, присвоенный во время регистрации. Дата составления личной карточки, как правило, это день оформления приказа о приеме на работу. Так сказано в указаниях по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты. Личная карточка Т2 заполняется на лиц, принятых на работу на основании приказа распоряжения приема на работу. И далее перечисляются остальные документы, которые предъявляют лицо, поступающее на работу. Табельный номер, если присваивается. Если работник предъявил идентификационный номер налогоплательщика, он также указывается в личной карточке Т2. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, обязательный документ, указывается в личной карточке Т2. Это алфавит, первая буква, фамилии работника. Характер работы, постоянно или временно. Вид работы, основная либо по совместительству. И пол, мужской либо женский. Смотрим в паспорте. Дальше переходим к заполнению первого раздела. Общие сведения. Мы здесь указываем номер трудового договора и дату заключения трудового договора. Затем в соответствии с паспортом и иными документами предъявленными работнику при приемной работы указываем полностью фамилию, полное имя и отчество при его наличии. Дата рождения указывается так, как она указана в паспорте. В паспортах граждан Российской Федерации дата указывается цифровым способом. И затем указываем код. Место рождения переписываем из паспорта. Находим номер, код по ОКАТО, общероссийскому классификатору объектов административно-территориального отделения. Гражданство указывается в соответствии с ОКИН, общероссийским классификатором информации о населении. Если это гражданин Российской Федерации, пишется полностью без сокращений гражданин Российской Федерации. Им указывается код. Знания иностранного языка, подтвержденные соответствующими документами, либо со слов работника, указывается следующим образом. Английский и степень владения. Например, владеет свободно. И далее код по общероссийскому классификатору информации о населении. Пол шестой первой страницы и первого раздела личной карточки для два образования указывается в соответствии с подстрочником. Если это высшее образование, мы пишем высшее, профессиональное. Можно указать уровень высшего образования. Например, бакалавриат, специалитет или магистратура. В нашем случае магистратура. И указываем код по общероссийскому классификатору информации о населении. Затем на основании документов об образовании предъявленного работникам, в данном случае это диплом, мы указываем полное наименование образовательного учреждения, наименование диплома, серии и номер его, а также год окончания. Квалификации по документу об образовании, направление специальности по документу и код по общероссийскому классификатору специальности по образованию. Давайте рассмотрим неверное заполнение личной карточки работника Т2 и возможные нарушения, которые допускают кадровые работники. Например, наименование организации указано не полностью, а только сокращенное. Дата составления ранее или гораздо позднее, чем издан приказ о приеме на работу. Отсутствует номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. Этот документ является обязательным при приеме на работу 65 статья Трудового кодекса. Пол указывается не полностью, как предполагается, а только одной буквой. Какие ошибки могут быть допущены в разделе «Общие сведения»? Например, может отсутствовать номер и дата трудового договора. Это нарушение. Имя и отчество в данном случае мы видим указаны только инициалами, первыми буквами. Но необходимо писать так, как в паспорте полностью. Имя и отчество. Дата рождения указывается тоже так, как в паспорте. То есть не словесно-цифровым способом, а цифровым. 30.12.1988. Буква «Г» в конце не ставится. Место рождения указывается в паспорте с указанием всех объектов административно-территориального деления, которые там указаны. Например, город Благовещенск Амурской области. Гражданство не просто указано наименованием страны, а фраза «Гражданин Российской Федерации» по общероссийскому классификатору информации о населении. Ошибки, которые допущены в данном случае в шестом разделе образования. Написано просто «высшее», хотя в подстрочнике предлагается только один вариант «высшее» – «профессиональное». Наименование образовательного учреждения сокращено. И в случае, если есть послевозовское профессиональное образование, здесь также необходимо указать аспирантуру, адъюнктуру и докторантуру. Дорогие друзья, мы с вами рассмотрели только одну из особенностей заполнения первой страницы личной карточки Т2. Если вы хотите знать, как правильно оформлять и вести личные карточки, приглашаю вас на курсы в учебный центр «Специалист. Прим. ГТУ имени Бамова», где вы освоите все нюансы кадрового дела и получите престижный документ об окончании. Приглашаем вас на курсы «Кадровая работа в современной организации» 1, 2, 3, 4 уровня. Другие курсы, на которых мы также рассматриваем эти и другие вопросы. Свои вопросы присылайте по адресу osvetlushema.ru Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. До свидания.